Дистанционное обучение и технологии, методики самоорганизации, это профилактические курсы. У нас была давняя мечта, чтобы наши студенты имели возможность проходить отдельные курсы с двумя преподавателями, российским и зарубежным. Мы начали реализовывать эту идею, к сожалению, с агрессионных показателей, все это перечеркивает, потому что для аккредитации важно количество штатных сотрудников, всех нештатных вынуждены вычеркивать из списка. Идея у нас осталась, мы в любом случае будем пытаться ее реализовать, чтобы два преподавателя по каким-то предметам вели дисциплину. Ведение в профессию великолепно, когда зарубежный специалист рассказывает о работе психолога за рубежом в Канаде, в США, в Израиле и так далее. И студентами представление о работе психолога за рубежом и за кольцевой дорогой московской. Но мы эту идею будем реализовывать. Татьяна всегда любезно откликается на все наши просьбы, сама пишет, чем я могу быть полезна. Мы не успеваем реагировать, извините, Татьяна, что не успеваем. Мы сегодня продолжаем уже встречу номер три с Татьяной в таком формате и тема сегодняшнего разговора – супервизорство в онлайн. Я предлагаю успевать так, чтобы, допустим, какое-то время вы выступили, а дальше вопросы-ответы, чтобы вы могли обсудить. Время у нас до пол шестого. С пол шестого до шести подводим итоги. Полчаса отдыхаем и с пол седьмого последний раунд – это мастер-классы и круглые столы. Это вечерняя программа. У нас программа на цифре. Хорошо, Татьяна, слово вам. Это Татьяна из Вашингтона. 15 с лишним лет живет в Америке. Вашингтон не очень хорошо знает работу психолога в США и проблему супервизорства. Татьяна, вы нас слышите? Я вас слышу. Я вас слышу. Да, слышим очень хорошо. Даже не верится, что так хорошо. Мы с вами. Хорошо. Да, все. Замечательно. Спасибо большое. У меня с вами. У меня с вами. Сейчас подключим. Да, все. Да, все. Установление. Да. Татьяна, подождите. Эхо у нас. Подождите. Что там? Я говорю, это... Динамика. Динамика. Ну, давайте, попробуйте сейчас. Кажется, было нормально. Татьяна, у вас эхо. Может быть, колонки отключите свои? Наушники, наверное, да. Лучше сейчас. Вот сейчас кажется, нормально. Продолжение следует... Таковая, в общем, у нас в ДВП эти знания буквально интересны. Я знаю, что еще в ДВП в 80-м периодически в своих работах есть какие-то интересные идеи. В ДВП в 80-м периодически не только в ДВП, но и в ДВП, но и в ДВП, но и в ДВП, но и в ДВП. В ДВП, но и в наших странах, в ДВП-техни, в ДВП и в ДВП.. ..то и вот в ДВП... ...серкоти, так как я могу сказать? Продолжение следует... 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 Число, чтобы стать цельным бюджетом, требуется от 600 до 600 часов 70 сахара. То есть они требуют буквально 10 минут. Эта бюджет определяется на 40 сахара. Я заставляю 40 сотен тысяч килограмм, чтобы стать целью имплатару. Слышите, Манюшка? Давай, два. Она попадает. Теряйте на то. Прошу прощения. Какой-то шум. Очень хорошо слышно. Очень у вас наполнительно. Как что-то включено. Вы подключите. Какой-то шум. Какой-то шум. Попробуйте. Какой-то шум. Какой-то шум. Черт, я тебя не могу. Какой-то шум на высоту. Я тебя так слышала. Я его вечно. А это я смею. Одна словом. Как это так? Ну, что так это? Ну, что это? Сейчас, на самом деле, я могу сделать этот момент, если не будет. Сейчас на самом деле, как продолжает себя слушать, я не знаю, где-то тот момент уменьшает качество. Мы сейчас переходим на пакет. Работа пусть будет есть. Есть, да, есть. Жизность отстранства. Космическое подоргание. Ну, вот, примерно такой момент, когда после получения, после выхождения из университета предполагается, что человек будет продолжать участие, особенно если этот человек собирается получить участие, в зависимости от штата к штату, существует определенное количество сотрудников, которые надо будет пройти, и определенное количество часов практики. К примеру, за штатным клиентам требуется 200 часов прямой практики клиентам. И 200... Ой, 200 часов клиентов из 200... Нет, я обманываю вас. Я буду сказать, извините. 400 часов клиентов из 200 часов клиентов. То есть, все это должно быть документировано, все это должно быть документировано в определенной организации, и этот судебный ресурс должен быть разрешен, все это разрешено, и так далее. То есть, этот процесс проследуется достаточно серьезно. Так, ну, давайте дальше пойдем. Что такое это видение? Если разобрать это слово на две части, получается супер-видение. То есть, человек, который видит, который взорный взгляд, и может мешать между взлобными, ремонтами, между равнительными движениями, в том числе того, что происходит, что малоопытственные профессионалы ощущения достаточно разнообразны. Существует три неотъемлемых части супер-видения, на разных уровнях супер-видения, свидетельники от опыта самого профессионала, который проходит супер-видение. Эти три части совмещения консентрации и консентрации, будут они все равно существовать, независимо ни от чего. Но часть, какая часть будет больше, какая будет меньше, уже будет зависеть от запроса и от уровня опыта самого супер-видения. К примеру, если мы говорим о студентах, которые проходят праздник, они в момент обучения будут самые большие. Чуть по личному, где-то, может быть, в разном случае, будет проходить консультация. Консультация, в принципе, имеющаяся в виду, лучше психологическая. К примеру, был такой случай, когда девушка выходила, она выходила на супер-видение в новом секунде, а ее практика была в школе. И она изговаривала, она выходила в старших классах. Проблема такая была, что парень, с которым она проводила встречи, у него проблемы с тем, что он пережил когда-то насилие в своей жизни, там, со стороны родителей, еще чего-то. И было очень видно, и просто даже не было удобным взглядом, что эта девушка, по теле тоже пережившая насилие, за своим партнером, ну, отсутствие, конечно, многие рассказывали и раньше, и с семьей и так далее, но как бы интересно, как живо она вступала в разговор с дизетом и парнем, так быстро она спросила, что она, собственно, было видно и консультировала супер-видеру. Насколько девушка понимает, что происходит спасти, с одной стороны, но, с другой стороны, там находились, конечно, все границы были нарушены. И нам, как супер-видим, было ясно, что девушке работать с такими проблемами пока нельзя, и надо пройти в психологическую консультацию. Но, конечно, так плохо говорить нельзя. Вот я все это наблюдаю. Это происходит, конечно, через очень такие... Учитывая различные психологические типы и различные моменты, надо выйти на разговор, суперфиксированный на тот момент, чтобы уже дойти по моменту консультации. И в самом деле, конечно, консультацию востоковой проводить не будет, но именно тот процесс оценивания того, как ведет себя, как это инвестирует и является таким композиционным моментом. Консультация – это уже более на таком кондитическом виде, уровне, к примеру, если это агентство, очень часто существует такой практик, и когда берегла каждую неделю за 31 раз в 2 недели, все сотрудники собираются на часа 2-1, и представляются эти кейсы, обсуждаются эти кейсы. То есть, конечно, момент консультирования будет минимальным, но в зависимости от того, кто представляет этот сейс, и характеристики того центра или агентства, в зависимости от того, где будет, опять же, различная часть обучения консультации или консалтмента, который будет присутствовать на сейс. Следующая модель церкви существует огромная ноль. Это только лишь часть, то есть пара шутболок, которые вы видите на экран. По любому поэтому каждому вопросу, который я отвечаю, возможно, проводится просто часами семинара, института и зрения металлической. Существуют, как я вам сказала, различные модели церкви. Зависит они от теоретической выплаты и направления самодоцветвистра, зависит от оттокроза, от уровня развития профессионального церкви. Зависит они от самого развития, также даже демокроза не церквизировалась и так далее. Очень важно знать, что церкви определяются определенными отношениями. Это отношения считаются вероятничны и акценочны. Это акценка, которая присутствует всегда и во всем. Оценка не в том понятии, что ты сделал это задание на 2, а на 5. Идет основная связь со стороны суперизируемого по отношению к суперизирую. Насколько я суперизирую и получаю всю поддержку, помощь и развитие от его супервайзера, то есть если вне что-то не подходит, я должна видеть совершенно другое направление, считать человека, который подойдет именно вне, и который внутренне поддерживает то, что надо вне, а не то, что супервизор считает нужным, не находясь исключительно из его опыта знаний и качаний. То есть это такое, что придут в этот момент в поисках. Наиболее часто, наверное, происходит очень комитико-культическое направление. Очень распространено с индуктивизм. Очень часто бывают в поисках и в последнее время, особенно развиваются профессионалы. В профессиональной подготовке именно не в труд, в конкурентационной, психологической службе. Вот так видно, что у мужчин-культического конкурентизма очень часто используются. Ну, развивающие модели, к примеру, взрослая, разнообразные модели, часто используются в университетской среде, когда приходят такие вещи зажатые, неуверенные себе, боящиеся буквально всего психологи, и в умные и университетской буквальности. Но мы выражены. Чистенно, рассматривая, мы здесь, как мы делаем, все первые шаги, мы заинтересовались, мы предлагаем определенный уровень поддержки, определенный уровень консультации именно психологической, определенный уровень обучения и так далее. Здесь идет модель любая система. Это, видите, не двухмиллионная, а трехмиллионная такая система. И достаточно много различных компонентов входит в эту модель и происходит в таких моментах во время самого образования. Виды существуют групповые больше, чем трое, реагические, это, собственно, два специалистических видов, индивидуальные, один один. Групповые больше, чем трое, это вот и на университетских уровне происходит, когда целый класс собирается, отцветает всякие дети, как я сказала, в центрах военства. Реагические чаще всего происходят, скажем, на уровне университета. К примеру, у меня было несколько групп таких университетов в университете, когда я проводилась первые, у меня было три группы по два студента. У нас была встреча полтора часа, либо у них общая была 45 минуты сейчас, индивидуально. Что происходило в том пространстве? Каждый приносил свои вопросы, запросы. Как это? приносил свои вопросы, получить респективы не столько даже от меня, сколько только от другого. Например, на этом, то есть я выбрала публикаторов в этом пространстве, а они мне тут не помогали. Это еще называется peer ну, индивидуально, когда человек в этом пространстве происходит, и мы обсуждаем, что происходит. Где, что надо, мы оцениваем, в этом мире, в этом мире, Особенно эти отношения в процессе церкви. Опять же, будет большим впечатлением, что такие же отношения происходят во время церкви, как и, к примеру, во время консультата. очень важно обратить внимание на то, что, как я уже сказала, в процессе церкви, это не двухдивенционное такое пространство, это целевое и даже нечеревое церкви. Происходит взаимодействие между супервизором и супервизируемым, супервизируемым и клиентом и клиентом и психологом. В зависимости от того, что происходит во время церкви, что происходит в комнате между клиентом и психологом, вот эти вот церкви, они организовывают и церкви должны распознать, что не происходит, в каком направлении помочь в виде церквизирования. но это не означает, что повторян говорит, что должен сделать это полное обучение в такой момент. Должно вытягиваться как можно больше и развивать такое физическое движение церкви. движение и создать директор. А огромную роль инженей ухода. И все, которые сейчас есть на экране, есть такие выборки из различных экзотеек, и чем мы потеряли числой целый пульс, потеряли это я сама сталкивалась к примеру. К примеру, очень важно возраст психолога или церквизированного и церквизированного. А еще тоже важно обращать к маме такой момент, какой возраст или разница в его опыте жизни между клиентом и психологом. Была такая ситуация, когда в нашей группе в университете бывают однознаты, которые тоже эмиграция и, конечно же, это накладывает свой такой пунктурный плач, чтобы мы смогли узнать эти вещи несколько по-другому. В отличие от тех товарищей, которые жили в городе строительской стране, был такой момент, когда мы обе обратили внимание на то, что я должна говорить, что во время этой встречи очень часто используется видео или аудио сайт, чтобы все участники группы могли увидеть, что происходит не только глазами футерализируется, иначе это будет одностороннее такое представление, что происходило во время сети, а видео или аудио дают возможность участников видеть все стороны происходящих. и многие заметили, что футерализирована была молодая девушка года 24-25 не больше. футерализируется еще суперзитер был человек средних лет был мужчина, а футерализируется наверное, а футерализируется еще старше, чем футерализируется. и вот именно вот эти три такие футер футер мы тоже как мы видели, мы видели, что девушка суперзитирует и чувствовала какой-то дискомфорт. И нам было интересно, если дискомфорт был единственным именобразием животных. Ну так это алло. Она призналась. Теоретическая алисация в этом видео очень важна. Я знаю, что в разы очень рады подход к киршталеру что больше появляется людей электриков чтобы сказать, что я поддерживаю личность моего мнения закупаем, что электриков создали здоровый подход и подворять и смотреть какие-то проблемы не только трех сторон, но и и и и и и понять и как угодно в этих проявлениях увидеть процесс и помочь и 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 Когда мы говорим о групповой содержитие, это не то же самое, если мы будем говорить о консенсативной группе. Процессы совершенно другие, потому что мы говорим о профессионалах, мы говорим о том, сколько хочется в холодильнических моментах изучать. Другой очень важный момент – это опыт о супервизированных и супервизированных. Как я уже раньше упомянула, что на ранних и на более ранних моментах изучения супервизии в последних интересах больше будет проходить, конечно, обучающих моментах и консенсуум. Если это достаточно человек, скажем, 10-15 лет, доходительнее в этой профессии, то какие-то моменты могут быть топлив, которые тоже наставили на диване. Он должен получить консультацию. И поэтому эти динамики – это единоразовая сенсация. В то время как на начальном этапе установление и обладение его стиле, ощущение роста, упращивание себя в инвестициях, личное завыращивание, профессиональное физическое. На этом, кстати, эти динамики не должны быть личные, единовременные. Они должны проходить на более частом периоде, на достаточно продолжительном периоде. И в последнее время достаточно аккуратно к этому маленькому должен подходить супервизируем. А параллельный фактор, что это такое? Очень часто клиент супервизируемый может оказаться в приносить в группу или в пространство супервизии такое сопротивление. Супервизию очень важно узнать, от чего же происходит это вот сопротивление. Скорее всего, такое же и подобное сопротивление происходит именно о том же... о той же теме или тот же момент клиентом. Между клиентом их супервизируемый. И вот этот параллельный процесс, что происходит в полностью между клиентом и психологом, переносится полностью в пространство между супервизируемым детям. Дежурные различия – это достаточно, наверное, самообъясняемо. Ныне работают пари, грусты работают дням, соответственно, надо учитывать и кандиды, и психологические типы участников. Страх и уверенность супервизируемым надо насыщить человека супервизируемого поддержкой, чтобы он начал составлять свои крылья и пробовать сделать свои цветные шаги. Это просто перенос, опять, между супервизируемым и клиентом, и между супервизируемым и супервизором. Еще один интересный момент – это тоже можно сделать целый семинар по поводу психологических типов супервизора и супервизируемого. В зависимости от этого предполагается целый набор определенных шагов, различающихся именно по психологическому типу, какие зависимости от типа, какие шаги, приемы и т.д. в зависимости от того, что происходит, когда человек просто рассказывает, что происходит. Она в истории представляет какую-то проблему, что происходит, многих клиентам, а может стать заходы с того, что очень надежно на всем, я так думаю, российскому коммуниенту супервизируют индивидуалистские англоязычные по крайней мере, на сухах компетенса. Очень часто из университетов представляются видео на сети или открыл какой-то отрезок. Вместе с этим моментом произведение может быть укладываться даже транскрипт, и дается всем участникам, чтобы всем отрезать эти расходы в сети. Это поможет всем участникам быстрее входить в процессы того, что же происходило в комнате между клиентом и психологом. А моменты для чего его можно использовать, с какими запросами, например, можно входить, это продемонстрировать его на эти три отрезки. То есть мы участвуем с моей стороны, как специализируемого, а услышать мнение моих паренций, продемонстрировать ответы в результате, что он пытался... Упс, я не знаю, сейчас, не знаю. И вызвать какие-то сложности, продемонстрировать определенные музыки. Технику хотела, как и на оптозротку, у меня казалось, и за зло, что вы сможете, да? Может продемонстрировать саму вашу часть сети, и, как бы сказать, вот я буду двигаться сюда-то и сюда-то, а с тем ими не будет. Подготовление о том, что, как я вам сказала, об этом видео, там на основном, это не более такой оптимальный, не будет видеть, а не будет видеть, а не будет видеть. А если работать онлайн, если это так сказать, то, наверное, что представление именно таких материалов не сложно, если можно поделиться экраном, если получить аудио, и видео, и так далее, и так далее, может стоять в том, что есть еще какие-то файлы, то риск того, что конфиденциальность, пусть научная результация этот файл не будет видеть, и я думаю, что заинтересовались и докторе, иногда конфиденциальность его дорогой, потому что, конечно, огромный, с таким же файлом монетом. А тут, если вы перевели в режиме онлайн, ну, как-то так, чтобы получить монет, то, возможно, какие-то техники улучшаются с каждым днём, с каждым годом, там, когда вы развиваете за всеми родителями, все, что происходит. Это уровень становления, уровня, развитие уровня комфорта, использования различных технологий, тоже, как бы, если это более внеземное, сравнение с развитием технических подносов. Файл, риск того, без знаний, это, конечно, самый большой по сфере, это сети или уходы их в пространство, в пространство в интернет, где-то, что-то не дает куда-то делать, когда они начнутся, конечно. достаточно важный такой момент, чтобы уметь. Этику в интернете, вы, конечно, опять же в конце читали, читали. Другой момент, документация, очень важный момент, чтобы там можно было вернуться, чтобы можно было, не дай бог, и так далее. просто я не знаю, что вы хотите называть практика засундуем, и так далее, да, если у вас есть какие-то запись, в отношении чего-то, в ситуации, возможно, помочь тебе и клиенты, даже защитить свою честь как профессиональный социальный. Как профессиональный сервизируем? Я делаю различные форматы, контрасты, различные длины от одной страницы и от четырех страниц, где протестированы филитические нормы и так далее. И различные моменты, что объединяется в интернете, что здесь объединяется в интернете, к примеру, если это наоборот университета, то одним из этих обещаний студент дает, что будет подготовлен вовремя будет ввести коммуникацию и действия университетов проблемы. У России система не так широко вовремя и вовремя и вовремя когда студент работает в школе как институте по процессу практики, какие-то погрешности, какие-то проблемы, которые могут возиться, и они где-то сварят и вовремя и вовремя может даже кучу на кучу терять свою лицензию, а сразу и так далее. это дело достаточно серьезное. Именно поэтому выставляют контрасты и документации в консиверсальных моментах будет очень важно прописать все экранные документы, как будут передоваться, если это пейдж онлайн, каким образом будут демонстрироваться файлы и так далее. То есть эти моменты должны быть практически уменьшить риск того потери своей линии. Мы почти продвигаемся к концу документации, как я уже сказала, дать это на уровне университета. Есть различные формы, документации таком только одна существует. В такие моменты какая бы форма ни была документации очень важно знать число, время на встрече, время проведения встречи, то есть полтора, час, групповая или индивидуальная форма в Суперлине очень важно записать запрос, процесс, тем, что происходит во время обсуждений. Клиент быстро будет буквально активно отключается клиент. есть франции суперлине нужно делать и обязательно описать такой момент, к чему пришли к презентации суперлине и его ожидать в следующий раз. то есть потом оценили свою ману, что-то происходит и нанять о том, что не произошла информация такая, которая не несет буквальности на ежедневном таком уровне общения загружает суперлине сферминированной и напаривная самая не важная для того, чтобы не сделать это постоянно это не важно если на уровне университетов если на уровне просто какой-то группы вы сами профессионалы работаете для сферминированной это очень интересно что это может использовать университет если университет это целый округ такой такие-то вещи делаем такие-то такие-то все и потом то, что допустим суперлине в школе может дополнить эту форму стать инферном инферном и уже инферн приносит к своим институтам которые в университете которые существуют на этой процессе и уже суперлине в университете допустим интерн будет в каком направлении надо в каком направлении надо распространить интернет или регистрирует высота вот такой вопрос ответ и вопрос ответ я отвечаю не ответ нет 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 ответ нет нет Вижу руки. Все, хорошо. Так, Михаила Кубанина, студент. Войдите к микрофону, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос. Какое-то было вкладывание в понятии «консультантная» как игроков? Это теоретичная теракия и идея наше лицо. Да. Учения. Учения. Учения? Учения. 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 Учения, учения. так и и и и и и и и психологическая помощь, но она не будет добрая, она не самоправлена, чтобы определить, что же мешает самому человеку. Как я говорила, я не знаю, если он подошел позже, я говорила, что она работала с вторшеклассником, и этот случай привезла какую-то травму, переносить. И это делается очень быстро, и вот так пошла, то, что она работала, все границы были на уши, и мы это видели очень много. Да-да, я это слышал. Но в этом случае девушки показывают терапия, потому что она кандидат. Да, но эксперимент будет этим заниматься, потому что его монитором, ну разница между конкурсацией с терапией, это глуптина того, что он будет происходить. Может, направить ее, по-моему, недависимая рекомендация была дана, что она, естественно, разрешена, не будет пришло кормиться и получать, продолжать свою практику, продолжать покориться, в том числе и для памяти, и вот, если вы будете заниматься с ней. Да, я понял, спасибо. Еще один вопрос. Вы, как вы, как вы занимаете, дословный текст, противусловно, законная запись? Скажите, в том числе и выдохранный текст. Спасибо. Спасибо. Хорошо, следующий вопрос. Кто хочет задать? Смелее, если милее. Татьяна, хочу спросить. Помните, мы сейчас разговаривали, что можно, когда оказалось, которые наше общественное решение для наших студентов, которые находятся в штатурно-молодежном сенсоре? Конечно, обязательно. Еще такой момент и вот, и вот. Я попросу тогда первые минуты, верно, вы здесь сюда, чтобы вы сказали, о чем запрос, и что можно было бы, да, перед отправить здесь сюда, хорошо, пока мы не можем съесть, да, и мы просто пока не встаем. Сейчас первые минуты у нас тогда скажут, какая помощь, а нужна, если где такая возможность, то есть это где-то, куда-то, на учебную станцию. Присо. Да, да, вот сюда идите, если я. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, друзья, я рада вас видеть и слышать. Здравствуйте. Я слышу, да? Находите в наш центр, потому что такая живая, динамичная, понимаете, скульптура, и, в общем-то, мы тоже не рассчитывали, очень надеялись на вашу платежскую помощь в плане проведения председательной личности карта. У нас, в том числе, как бы, вот сейчас уже такая разница, пока пустая, мы пытаемся напомнить все специальности учебным, готовим студентов с помощью нашей сторони, замечательно, но вот эта процедурительная поддержка пока у нас не зависает. Абсолютно. Какой еще момент, вот, я вам тогда задаю такой момент, вот, да, а вы подумайте, возможно ли, и как-то нужно обыграть. К примеру, вот, очень часто у этих университетов, они, приносили такие лаборатории, когда административный, как называется? Вопросы или какие-то такие маленькие документы, если там покупать какой-то фраз, да, они будут лечиться на экране, либо стоит телефон вот такой смотрящий вам, что только она не дает, поднимает трубка, буквально переживает одно слово, вот вот. И когда пошла, даже где-то пошла в сторону, возвращаясь к нам в моментах, то есть основные награды вырастают и складываются, чтобы минимально сделать такой процесс разрывания, прерывания разговора, но, с другой стороны, помочь конкурсить живую, направить клиенты и работают клиенты по поводу в группах. И они могут здесь и какие-то такие моменты существуют, что-то сделать. Требурами тоже видео, опять-таки, я не знаю, или да, аудио это будет как-то прослушивать, да, и можно тоже уже проводить. Отлично. Отлично. Да, еще какие-то вопросы. Да, Светлана, поднимается, да, тогда. Светлана Данкова, студенка нашего компубликента, самая сильная участица нашей конференции, не смотря, что у нас в колеке, это первая людей, где-то все. Здравствуйте. Я хотела спросить, вы проходите супер-видео, это у вас американский садик будет или кто-то из наших регионов, то есть, может быть, это как-то комфортно или некомфортно? Какой у вас вопрос? Я сама проходила и предлагаю занятий на английском. У меня был один момент, когда сейчас возила супер-видео, посредством скайпо, когда мы открыли 14-й. Мы с ней встречались несколько раз, и мне было не совсем удобно в том плане, что все-таки у меня просить аналитму, они мне не дали просто неизменяющий уход, потому что обучение я проходила именно на английском. И вот, в общем-то, несколько пересекаются с интересными моими исследованиями на данный момент. Я встречаюсь с милицлавом, сходом. И, да, в зависимости от языка, конечно, ощущение меняется. И очень интересно, потому что языком-то связано с определенными переживаниями, с какой-то опыт определенный. Мне неизменяющий никак легко применять из одного языка на другой. И в этом есть момент сложности, но мне только приходится предлагать переживания на русском, но самой на русском замечательное переживание не хотят. Спасибо. Еще какие-то вопросы. Другую несколько секретарь, пожалуйста. オынło éстро Давайте пойдемтеím Только я подойти сюда Нет Если пусть, я могу отвечать Вопросы Он хочет спросить Какие особенности если вы не чудесите? О commercial Ваши друзья наши по пути, которые спрашивают, какие особенности, если видно, что в дистанционном формате? Ну, может я сказала, особенности, на самом деле, в комфорте вы будете общаться с человеком через невидимые ливанцы и без возможности потрогать, да? Это было у меня один из моментов, когда у меня 22 сентября не работали как прияты. Одна сентября была ко мне, а у меня другая была. Ей пришлось по тем, что она нашим показателям практику с двух частей сентября. На ней, на практику, на сентября, она не могла быть. В общем-то, это впечатление искать. Сложно было было в том, что когда она рассказывала в какой-то момент, допустим, по империи, она рассказывала мне было возможности, мне было очень тяжело, помочь чувствовать сигналы, более и более деталей, там, где сидите, музыки. А тут ничего, я не знаю. Я не могла с ним вдруг и пошел взять ее дорогу, да? То есть там самое такое, дайте ей поделиться какую-то. Мне очень сложно. Другой момент, если вы никогда не знаете, кто ее находится, мне сейчас просто бабло. У нас, слава богу, конечно, не пойдет ничего, но в другой момент мы не хотели знать, кто ее находится в комнате, кто еще может увидеть ее. Самое сложное, конечно, и самый большой вид, опять же, как я сказала, это индивидуально. А что касается физических таких-то моментов, ну, если что-то есть индивидуально, а с уровня комфорта, калоризма, технологии? Да, вы хотите, пожалуйста. Да, тогда подробнее. Чем? По консультанту или по камеру. То есть я хочу услышать, а совода, в каком подходе, в какой подходе работа, да? Татьяна, а в какой подход вашей работа, в каком подходе работа? Эклент. 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 Важно еще, что мой выбор еще будет искать из-за того, что на каком уровне психологического и эмоционального и профессионального уровня развития будет мой суперзиот. Я не пользуюсь, у меня коробка, у меня в этой коробке в случае всего. Я вот этот раз одну и все туда ставлю в другой раз, в другой раз, в третий раз, еще что-то. Потом в четвертый раз объединение и так далее. Очень часто подсказывают мне сами физические работы и интуиции, подсказывают мне выбор сами цивилизируемых, то, что они мне предлагают, то, что им надо. И даже не то, что разница между различными подходами, или, допустим, то, как я это делаю, как у меня есть учили, а здесь больше даже если мы останавливаемся на моменте обучения, здесь в многом-то уровне это самый большой такой момент суперзиции, я хочу, мне очень важно, что мне суперзизирование скажет, что это надо. Мое мнение. Это мое мнение. Это не профессионально. Я не буду ему это определенно сделать. Это, это и это. Я буду подключать всех других, которые цивилизируют, тем самым помогать и им развиваться, и чтобы они все вместе вот такой ориент создавали и помогали друг другу строить тяжества в каких-то сапогах. Затисываю какие-то информационные ученики, какие-то такие моменты, оценочные эти моменты провожу, насколько какая-то информация полезная, насколько готов, допустим, вы можете суперзируют и слушать обсудили информацию. Я не использую. Лучше. Главное, вот 12 лет. Вот это, вот этот раз делаешь это, вот этот раз делаешь это. Это не происходит, но еще не делаешь. Не знаю, где планируешь. Хорошо. Еще какие вопросы? Да. Так. Угу. С какого момента мы получили текло из первых курток, старший курток после получения текло в вам уже. Ага. По всей видимости это, то есть ваш возможности вызывают, потому что вообще на feet у нас сяга не То есть какого периода мы начинаем? Первый курток, старший курток после получения текла у вас уже? Ага. по всей видимости, ваш вопрос предполагает как тем, что супервидио не является частью обучающего процесса. Я правильно? Ну, да. Не хотелось бы, чтобы это была часть лечебного процесса, но, правда, наша очень некая возможность, мне еще интересно вообще куда идти? Когда супервидио, когда вообще туда вращаются, я не знаю, в реалии вашей традиции, я, так сказать, полагаю, что это... по-новому не получится. Это будет очень ручно. Я не хочу обратиться к тому подобное мнение. Супервидио должна... Как здесь пока есть, я надеюсь, желтая. Если вы вылезете из того, что я скажу, своего аналога, то воспринимайте. Мы воспринимаемся с этой мыслью с этим словом. Сначала мы желаем обучающимся, и прежде чем начать супервидио, то должен быть определенные умения и навыки. Узнания, навыки, конечно, ума, но именно в этой супервидио прорабатываются. Поэтому я упомянула за это вот, что огромное количество супервидей происходит. Эта часть не разрешает. В супервиде отличается такой удерживающий ворот. Например, у меня был один интернет, который я не дала. Я считала, что это идите неправильно, если я ему был так рад, что он берет на дорогу, чтобы он все уже работал, а не видно, чтобы он был готов работать со специальности. У него не хватало нагрузителя, не хватало умения навыков. То есть должны быть теоретические какие-то установки, должны быть понятия, что здесь происходит, с моим процентом, и должно это происходить лучше всего, конечно, в последних годах. Спасибо. Так, еще один вопрос. Так, только громче. Хорошо. Первый вопрос. Какие виды супервиде индивидуальные и тумбовые в Америке можно предпочитать? Да. Не с тобой. Я всегда, как бы это несколько деньгами хотел отыкнуть, немножко видеть такой момент, что предпочитать. Типов, такой индивидуальные и тумбовые, что хорошо, если хорошо. Нет такого, что предпочитать. Опять же, наверное, надо исходить из ваших личных заходов, из ваших личных мнений, что вам надо, чтобы вам начать чувствовать себя, ощущать уверенным, успешным, ощущать ту идентичность, чтобы идентичность как профессионала, она где-то уже просто там вырождается, там надевается. На первых этапах очень, думаю, полезно групповать, потому что это большой такой момент нормализации, да, о, не только я один, чего-то там один. И от этого как-то становится тем более немножко легче, а он ему тоже не так-то легко заехал, а тем не так-то не так-то легко. И когда, ну, в процессе все говорили на каких-то моментах и каких-то предложениях, когда их думают, да, каждый начинает в этом процессе тоже начинает находить в себя что-то, и можно даже остановить этот процесс. Происходит такой будущий процесс роста. Постепенно можно, опять же, идти в зависимости от вашего уровня комфорта, может быть, с первым выбором, можно выбрать индивидуальный или малый выбор, да, свой, когда, собственно, потому что существует такой момент, такой страх и неуверенность, да, насколько вы можете себе позволить оказаться вот перед группой и сказать, да, я это не понимаю, я это не знаю. Потому что быть самим собой откратительным и честным, я думаю, что это первый такой, тридцать дождь, там он может все работать с людьми. И ошибки выпускать, ну, это не может позволить ошибки. Если вы в чем-то сомневаетесь, идите в церкви и позвоните своему какому-то старому на футболе, даже, например, профессору. Видите, что если у меня такой момент, опять же, я говорила о документации, очень большое, внимательное влияние на документацию, ниже в школе, ниже в социальной статистике, опять же, в зависимости от психологии, как в консультантах ходят. Если же идет по каких-то центрах или агентствах, да, там документация, конечно, поставлена на учебу. Можно, например, по уме, или просто там второй, вы понимаете, больше устремленной бумаги, нежели сам контакт с клиентом. Ну, это, во-первых, влияет в защиту и вам от клиента, и от незащиты вашей профессиональной деятельности, потому что потеряете цену, и вон у нас вообще нет. Если вы в чем не сомневаетесь, тогда позвоните там двое-троие люди, в детстве, вот я вот у меня такая ситуация, как-то подсказывают, да, вот, можете со мной множество детей, то есть одновремя с меня поговорили, надеюсь, с тем, с тем, с тем, с тем, с тем, с тем, с тем. В принципе, они и так далее люди достаточно уважаемые профессиональные люди, обязательно сделать за счет того, что уговорят с тем, что вот они сделали, и сделали всякие-таки, как я сказала, дети возначаются профессиональные, в развитии, групповая, и все эти ходы, скорее всего, всегда хорошо уничтожены. Попробуйте. И уже, ну, если я решусь, какой лучше, какой лучше. Вот какие-то определенные ситуации, или где вы начинаете чувствовать, что вы, как бы, уходите, ваши границы, то есть клиенты меняются, да, вам надо попасть в себе, можете пойти в виде визуальности, так и все. А потом увидели, что в силе в России все тратились. И еще один вопрос у вас. Какой? Нет. Хорошо, еще есть вопросы? Нет. Огромное спасибо, Татьяна, за то, что нашли время, у вас с утра, еще на работу надо решать, а у вас очень жестко, даже сотовые телефоны, вы можете не включить никакие интернеты, очень строго вас на работе. спасибо. Спасибо огромное, что нашли возможность, за среди нашей встречи. Давайте аплодисменты. Спасибо. Вы это первый юрий, да? Да, 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 да. Первый юрий, наверное. Если вы разрешите вашу презентацию, мы участников разошвем. Можно? Да. Да, конечно. Не разрешайте. Спасибо вам за одно. Напишите нам, мы всегда задеемся в ваших отношениях. Конечно. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Доброе встрече, я предлагаю тебе подведение итогов, чтобы не сказать, что да, мы разведем итоги, и дальше уже в год, да, 100 раз, кто на марсер-классы. Да. Я приглашаю приступить Евгения Даниловна, Мишка Юрьевич, Игорь Горджи, Игорь Горджи, Игорь Горджи, Игорь Горджи, давайте подведем, обсудим, как дальше будет жить. Игорь Нашкерин, игорь Нашкерин, руководитель инфекции группы САОО, мастер-классов, приглашаем, тоже визитер-классов. В радиус-классах работы в группе, да, какие результаты, какие предложения, какие замечания, организационные, содержательные и так далее. Сперва я по некоторым организационным моментом отмечу, потом предоставлю слово своим коллегам, руководителям секции. Первое, напоминаю, что касается тезисов, мы продлеваем срок еще на несколько недель, две-три недели, просто не затягивать, мы быстренько соберем, отредактируем и обязательно издадим сборник. Сборник финансируется департаментом образования Москвы в этом году, как только деньги поступят, у нас будет возможность его издать. Да, в сборнику всегда формируется диск, где есть тезисы, где есть, да, сборник материалов в ПД формате, видео, отчет, фотоотчет и наилучший фотографик, который делает Олег, Олег, некому, где, если, вот, вот Олег, наш персональный фотограф, два дня фотографирует, мы сделаем фотоотчет в ближайшее время и в Гугле вывесим и вам сделаем ссылку в мейле или Яндексе, где разместим самые важные фотографии, которые вы сможете скачать и иметь в своем архиве. Поэтому сборник с DVD-диском у нас обязательно будет. Напоминаю, что, если кому-то нужен сборник предыдущих лет, за 2-2 конференции, у нас под столом в кабинете лежат. Поэтому по оплату дадим. Хорошо? Дальше. Информация о результатах нашей конференции. Мы постараемся в ближайшее время сделать некоторые тесты. И очень просили бы, чтобы вы разместили у себя на сайтах какие-то фотографии и так далее. Добавив свои комментарии, мы будем благодарны, что больше наших коллег и друзей узнают о нашей конференции. то, что я вчера говорил, что мы делаем без всяких административных ресурсов, это именно так. Это наша позиция. Мы не приглашаем депутатов в ГУСТУ, мы больших чиновников. Вот, это не значит, что с ними не надо работать. Да, многие нормативно-правые документы только они принимают, но мы на свою конференцию приглашаем тех, кто хочет обсуждать эти проблемы. Если они захотят, пусть приходят. Не захотят, мы их тащить сюда не будем. Вот, те, кто зарегистрировался по базе данных АГОРа, как и предыдущие конференции, будут получать рассылку, поэтому те, кто не зарегистрировался, то просто зарегистрироваться. Те, кто зарегистрировался по нашим бумагам, мы пытаемся внести туда, чтобы вы не выпали с нашего поля зрения, мы могли вас вовремя информировать, и формируем мы группу профессионального сообщества по этой проблеме. Дальше. В прошлом году мы делали опрос участников конференции о мнении работы в целом конференции, тексты, направления, круглых столов, предложения и так далее. это, мы использовали систему сервиманки, американскую систему, мы в этом году повторим, будем благодарны, если вы дадите нам обратную связь. Мы внимательно изучаем, и при организации данной конференции мы тоже учитывали те предложения, которые прозвучали в ваших ответах, кто в прошлом году участвовал и ответил на наши опросы. Дальше. Вчера, выступая по поводу обучения своих студентов, я сказал, что, да, проблем очень много, что сам дурак, это по полной программе, в таких условиях мы живем, экстремальных мы это живем, это не просто красивые слова, это действительно так, и условия становятся все хуже и хуже, мы можем выжить только объединяя наши силы, будем благодарны, если вы будете, мы будем поддерживать инициативы друг друга. для нас это важно, для того, чтобы набирать абитуриентов, а потом студентов, которые мотивированы на учебу, у вас есть свои информационные ресурсы, если вы будете помогать размещать информацию на своих сайтах, передавать партнерам, у нас будут более мотивированные студенты, следовательно, мы можем подготовить людей с проблемами здоровья психологов, которые станут консультантами для других людей с проблемами здоровья, миссия нашей деятельности, подготовка психологов, консультантов, которые испытывают определенные проблемы, вот для других людей, которые в этом нуждаются, инвалид инвалиду, студент студенту и так далее. Мы заинтересованы именно в тех, кто очень мотивирован на такую помощь. Откровенно скажу, очень трудно перевести на рельсы, помогая другим, помогая себе. К сожалению, часто превалирует даже иногда издевенческая позиция. Желание, чтобы только мне помогали, а не я помогал для других. К сожалению, это вокруг нас такая жизнь, но среди людей проблемы здоровья, это мы тоже с этим сталкиваемся. И когда мы пишем, что нужна помощь, не так часто эта помощь приходит и среди людей с проблемами здоровья. Я говорю открытым текстом, с этим мы боимся. Но приведу один простой пример. У нас была ситуация, когда в конце ноября надо было ответить на небольшую анкету о доступности в университете. Это было городское исследование. анкета простая на 3 минуты. За 2 дня из 2 из 100 студентов у меня ответило 14. Это касалось их обучения. Второе обращение не дало положительных больших результатов. За 2 дня еще 14. 28. В результате я обиделся и написал, вы что, уважаемые мои студенты, вы собираетесь работать с обезьянами или с людьми? Если с людьми, то надо по-другому себя вести. Это не первый случай. И это большая проблема. Я не затрагиваю ее выступление. Это проблема, над которой мы очень много работали. И будем бороться с междевенческой позицией. Она есть. Вот. Есть немало проблем. И эти вопросы нам хотелось бы обсуждать вместе. И на рамках этой конференции, и между конференциями в разных форматах, и тому подобное. И будем благодарны, если вы поддержите. Естественно, мы ищем коллег, которые не безразличны к трудоустройству студентов с проблемами здоровья, наших выпускников. Я уже говорил, что никому они на рынке труда вообще не нужны. Мы не фантасты, и мы понимаем, что 25, принимая каждый год, мы приобретаем новые проблемы с их трудоустройством. Это колоссальная проблема. И не для слабомерных. Мы делаем первые шаги. То, что вчера Пузонкова Галина Николаевна выступала, говорила о нашей соебразной клинике в молодежно-консультационном центре, это некоторая попытка создать собственную базу, на основе которой мы могли учить консультативные работы, потому что другим мы не нужны. Сколько мы не обращались, то постоянно проблемы. Если вы поможете с этим найти такие у себя, пригласить, чтобы наши студенты проходили, и так далее, некоторые из них не подарок. Мы их воспитываем, да, не просто приучать к этому, но надо делать, надо двигаться, кто еще тот находит. Если вы поможете для наших студентов пройти полноценную практику и займемся серьезной работой их профессиональной реабилитации, то, естественно, мы продвинемся вперед. Вопросы профессиональной реабилитации очень серьезные. Мы проводили исследования, 150 инвалидов, исследователей, которые стоят на рынке центра занятости. Из них было собраться 30, это взрослые люди, которыми 30, и 40, и 60 лет. Провели обследование по четырем методикам. Потом надо было на основе этих результатов отобрать 30, от которых можно трудоустраивать. Оказалось, задача очень сложная. То есть, проблем много, но в любом случае надо их пытаться решать. В одиночку мы никогда этого не делаем. Если у вас есть какие-то возможности, ресурсы, мы будем благодарны. Мы понимаем, что вам это головная боль наряду с тем, что есть. Но такая ситуация, что все равно надо это делать. Факультет будет активно этим заниматься, разрабатывать методологию, это устройство, создание рабочих нет. Я не говорю, вчера по ходу хочу сказать, в следующем году я более подробно расскажу о попыте. К нам обратился фонд Гайдара о разработке системы дистанционной формы в повышении квалификации преподавателей в вузах экономических специальностей. Сейчас мы фонду Гайдара разрабатываем эту систему. Наши студенты будут работать в проведении интернет-конференции, в обращении организационных вопросов и многие другие. Они так, как хорошо знают дистанционные технологии, у них есть возможность потом работать по этому проекту. МЧС, ШЭЙГУ, психологическое существо тоже хочет поставить дистанционную форму в повышении квалификации. Мы с ними начинаем сотрудничать. Это перспектива для работы наших студентов. При разворачивании этой формы возникает потребность разработки методических материалов, в интернет-консультировании, в интернет-организации мероприятий, вебинарах и так далее. наши студенты, которые каждый день этим живут, каждый день в этом живут. Они способны это делать. Мы таким образом пытаемся искать путь, как решать проблемы профессионального трудоустройства. Это один из вариантов. Ищем другие варианты. Если вы нам подскажете и поможете, мы будем очень благодарны. Потому что в одиночку это решать крайне тяжело. я сейчас передам слово своим коллегам и потом что вспомнить, что скажу. Ставь Викторович. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Теренции наши заканчиваются. Я хочу сказать несколько слов о тех неопытных мероприятиях, на которых я был, где я участвовал в сороководстве. Первое мероприятие это секция номер один в теории практики по месту консультирования психотерапии. Так вот, мне показалось на удивление разнообразной. Были представлены самые разные темы, начиная от современных диагностических технологий онлайн и заканчивая интегративной видной визуализацией онлайн. На мой взгляд, это говорит в том числе и о явном росте профессионализма тех участников, которые присутствовали на секции. Более того, мне кажется, что есть положительная динамика разложения людей интернет-консультирования и интернет-психотерапии. Например, мне так представляется, что три года назад, когда мы начинали эту деятельность с Ромисом Промевичем, выступление такого маститого психотерапевта, президента, общества человека с центрированным подходом именили Александра Борисовича Орлова. Такое мероприятие было бы невозможным. Сейчас он выступил в прямом поддержке интернет-консультирования и интернет-психотерапии. Мне кажется, что это добрый знак. Еще одно мероприятие круглый стол проходил у нас сегодня психологическая помощь через интернет, стандарты этики, эффективность. Дискуссия по острым, наиболее острым вопросам, которые перед нами стоят, это и психическое насилие в интернете с помощью различных средств, это, конечно, и риск суицидальных проявлений в интернете, то, что с этим вообще, в принципе, можно делать, и работа со специфическими категориями, в том числе с людьми, которые находятся в заключении, ну и другими людьми, людей, которые нуждаются в такого рода помощи на дистанции. Мне кажется, что мы в плавную подошли к важной тематике стандартов интернет-консультирования. Я напомню, что сейчас мы начали формирование рабочей группы по разработке стандартов интернет-консультирования психотерапии в России. Я еще раз приглашаю вас, коллеги, принять в этом участие. группы это на стадии формирования, и каждый из вас может предложить как-то свою кандидатуру для работы в этой группе, и я, вместе с коллегами, с членами федерации, готов ваши предложения рассмотреть. меня несколько удивило то, что некоторые наших коллег, которые присутствуют в зале, задают вопросы американцам. Сколько сессий надо проводить в неделю, какова продолжительность контакта по скайпу и так далее. Вы знаете, мы готовы на все эти вопросы уже давно ответить. у меня каждый день по 5-6 клиентов в скайпе мы развернутое, государственное в том числе, я имею ввиду московскую службу, психологическое помощи населению. у нас по 170 клиентов в месяц. То есть все эти вопросы, о них мы уже давно знаем ответы. Для этого не надо ехать в Америку и не надо спрашивать об этом американцам. Мне просто несколько удивительно, что мы до сих пор киваем на наших иностранных коллег. Меня интересуют совсем другие вопросы сейчас уже, по которым мы, конечно же, с ними будем продолжать сотрудничество. Это необходимо. И необходимо также продолжать нашу интеграцию российских специалистов в международном сообществе. Я также хочу пригласить вас или ваших коллег, может быть, ваших студентов к участию в моем курсе интернет-консультирования, который начнется в марте этого года. Желательно записаться на участие в этом курсе до 15 марта, чтобы, как говорится, успеть это сделать. Вот, собственно, все основное, что я хотел бы сказать, но, пожалуй, еще одну вещь хочу добавить. При Федерации психологов-консультантов онлайн начинает формироваться учебная структура. Я уверен, что часть из вас может стать преподавателями в этой учебной структуре, или, скажем, супервизорами в этой учебной структуре. мы расширяем сейчас то, что делает Федерация. Сейчас это не только точечное и узконаправленное действие. Мы будем разворачивать и учебные, и представительство в наших регионах, и многим из вас найдется место в этой деятельности. я вас приглашаю в сотрудничестве. Виктор Юрьевич, вы вчера не успели сделать презентацию по плану журнала, да? Можете сказать, что да? Если, коллеги, вы вдруг еще не увидели, не успели увидеть, я вам напоминаю, что к трехлетию Федерации вышел специальный номер журнала практического психолога. Интернет консультировали в России. Интернет консультировали в России. В этом журнале представлены лучшие статьи наших отечественных интернет-консультантов, психотерапевтов, которые работают в интернете. Кроме того, там есть статьи исследовательского плана. И если вы не приобрели вот этот журнал, он есть в Федерации, также к нам можете обратиться, этот журнал окажется у вас. А члены Федерации, которые вы вдруг не получили, вы подойдите и получите его. Он для вас совершенно бесплатно выдается. Ну и естественно, что мы продолжаем издание журнала психологической консультированной онлайн. мы постоянно занимаемся переводами. И, скажем, часть того, что говорила Барьян Махвилл, нами переведено и опубликовано в нашем же журнале. Этот материал в нашем журнале уже выпущен на русском языке. Этот журнал вы также можете у нас приобрести, а также выступить в качестве авторов этого журнала, чему я вас также всех призываю и приглашаю вас к сотрудничеству. Владимир Георгиевич главный психотерапевт Пермской области, профессор, доктор наук. Уважаемые господа, вы знаете, я был на первом на первом въезде, так хочется сказать, на первой конференции, на второй, как по воле судебни, и сейчас я могу сравнить. Виктор Юрьевич казалось уже очень много, но я должен сказать, как повысился уровень Мастер-2, начали мастер-классы, когда мы внедряем методики, которые традиционно уже в психотерапию введены. Но, тем не менее, я сегодня услышал, и Виктор Юрьевич сказал то, что мы думали на коленке, простите меня, и говорили, что дело не в технике. Техника делала трудное. Был бы мастер, владение компьютера надо, но сам факт, что дистанция ничего не меняет, если есть хороший специалист. И мы, конечно, рады, что мы делаем подкух, утащим все законодательства, и все буквально рад тому интересу, который проявляют участники. И как все это организовано. Я так сравниваю, как мосты прошли, вы знаете, это удивительно. Я думаю, что такого невозможно, потому что на первую была маленькая куточка, все прерывалось, здесь просто сказка. Поэтому я еще раз говорю, трехлетие федерации состоялось. И Виктор Юрьевич, не отдавать. Я всегда стоял на том, что ничего удивительного в интернет-консультировании нет. И не знаю, что занимается, пусть запомнят. Сумер выводить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы очень рады, что в этом году Ирина Даньевна нашла возможность приехать к нам. Мы уже знаем друг друга 10 лет. Ирина Даньевна является одним из ведущих психологов в Латвии. И читает лекции за рубежом, как ассоциированный профессор. И в этом году мы имели возможность два дня общаться. Ваши впечатления. Я думаю, что я думаю, что еще раз так спорно доказал, что образование является разной сферой. Образование тех, кто консультировал и исследований совместных научных и проектов начинали такой проект в интернете. И в общем в таких дискуссионных историях у нас все получалось. – Вы знаете, мне не удалось к сожалению просить вечерние мальция класса, потому что мы вчера приехали, это было бы невозможно, но, по-моему, это было уникальное событие. Я доисела и выступаю всех, кто не предстоит, Здесь были и врачи, и клинические психологи, и социальные психологи. Ну, как бы группы уже, которые занимаются этой комплиматикой. Мне кажется, это прообраз вот тех групп, так называемых, которые будут участвовать для работы с клиентом, как обычно это делается в Европе. И уровень меркалда научность был высокий и очень интересный. Ну, я хочу сказать, что всегда, когда мы встречаемся, мы встречаем какие-то перспективы сотрудничества, я думаю, что я приветствую и расскажу своим коллегам про тот опыт, который есть в Москве, в вашем замечательном вузе, в прекрасном факультете. И, конечно, я плановлю друзей, коллег, которые бы хотела снять дальнейшим отношениям на международном уровне. Я хочу поблагодарить вас лично, уважаемые Грой Медведович, за тот труд, наверное, ваш коллектив, за ту энергию, в которой потребовалось, чтобы все это так прекрасно и чудно существовать. Спасибо. Спасибо огромное. Наверное, где-то полгода тому назад мы думали, может быть, каждый второй год проводить, да? У нас есть конференция аналогичная, но по инклюзивному образованию, инклюзивное образование. Вот. Они каждый второй год проводят. Мы думали, сейчас убеждают, что нет, наверное, каждый год надо объединяться, собираться, потому что мы обсуждаем проблемы социально незащищенных. И если мы себя чувствуем сегодня социально еще защищенным, не факт, что завтра мы будем социально защищенным. С каждым днем мы видим, что ситуация осложняется, становится еще не проще. Я это чувствую на себе и каждый день. Вот. Вот работая с студентами с проблемами здоровья, тот, кто должен помогать решать вопросы, часто палки в колеса ставить и громко кричить, когда нужно без рапортовать, а никогда не дать никаких средств, а только идет сокращение, сокращение, сокращение. Вот. Поэтому эту проблему нужно нам обсуждать и объединяться. Сейчас я хочу попросить Илю Васильеву Матвичу по поводу вчерашней нашей группы секции, других руководителей групп и столов. Я просил бы выстроить соображение. Вчера у нас был круглый стол по поводу применения дистанционных технологий, развития социальных навыков у людей с ОВЗ. Прежде всего я хочу поблагодарить за возможность участия в конференции, за сотрудничество с агентствами медицинской инновации. У нас сегодня был круглый стол частного государственного партнерства и дистанционное обучение социально-незащищенной категории граждан. И у нас было такое предложение, оно было поддержано участниками теплого стола о проведении интернет-конференции. Это государственное частное партнерство образования и бизнес. И в этих конференциях готовы участвовать руководители предприятий. И сегодня у нас было два руководителя предприятий. Очень приятно на круглом столе выступил Олег, студент второго курса. Олег Камолов, да. Да. И тоже руководители предприятия отметили, что если они будут участвовать в таких конференциях студенты, может они потенциально будут видеть для себя свои кадры будущие. А вчера у нас был круглый стол с дистанционной технологией, как эффективный механизм обучения жизненных навыков. И мы тоже пришли к выводу и поступили такие предложения. Организовать спецкурс жизненные навыки, в котором мы тоже готовы участвовать. И цикл дистанционных конференций, семинаров, формирования специальных навыков, учащихся с ОВЗ. Также мы предложили там программу работы с родителями, создание информационной среды для обучения жизненных навыков. И сегодня с родителями, когда у нас тоже будет встреча, мы будем об этом говорить. Еще раз большое спасибо за возможность участия. И очень приятно, что вот действительно два дня такая организована хорошая работа профессионала. Спасибо большое. Я добавлю, вот мама Олега, когда мы год назад езжали в санатурно-ресной школы, я это очень хорошо запомнил, подошла и сказала, было бы хорошо, если бы вы устроили мини-экономический ликбет для наших детей. Говорит, Олег, кто по магазинам не ездит, на коляске и так далее. Это действительно большая проблема, потому что кто не имеет возможности, естественно, полноценно передвигаться, он не ездит по магазинам и не видит здесь цен. И проблема формирования жизненных навыков это очень большая задача. И мы как раз вчера обсуждали, как это можно сделать. Кроме того, с антимагнитским законом большое внимание течет детей с сиротом, а у детей с сирот проблема жизненных навыков еще более острая. Ну, поэтому вот этот ракус мы тоже вчера обсуждали. Тогда я вот добавлю, вот в агентстве инвестиционной акции мы очень много участвуем в различных мероприятиях. Я вам хочу сказать, что вы здесь учащиеся, студенты СВЗ, очень счастливые, вам повезло, потому что такой любви, такого внимания, такой заботы. Вот мы впервые встречаем в вузах, на самом деле. Спасибо. Это Гоня Криневич. Спасибо. Благодаря конференции... Вы, пожалуйста, не молчите, встаньте, дайте вам послужить. Да не надо. Да не надо. Да не надо. Спасибо большое. Мы не для этого делаем конференции. Дайте нам. Спасибо. Мы планируем, мы с Ериной Данилом обсуждали поездку наших студентов Эстонии, Латвии, Литвии. У нас есть такая задумка. Мы в Целигер посетили, посетили Золотое кольцо 3 дня, Калугу 2 дня и Питер 4 дня. Вот сегодня мы обсуждали возможность недельной поездки по Прибалтике с разрешением летней психологической школы. То есть, благодаря конференции мы знакомимся с новыми коллегами, новые проекты создаем. Это хорошая мастерская для развития программ дистанционного обучения. Кто из руководителей секций круглых столов хотел бы сказать о своих ощущениях, впечатлениях? Кто из участников хотел бы сказать пожелания, критические замечания? Не стесняйтесь, говорите. В анкетной... А, я хочу еще попросить Веру Юрьевну. Вчера Галина Николаевна уже перед самим обедом пыталась рассказать опыты, но были все уставшие. В двух словах. Главный координатор проекта на Новом Арбате. На Новом Арбате 15 у нас три комнаты. Место хорошее. Там мы можем проводить тренинги, там мастер-классы. Там у нас есть возможность... Садитесь сюда. Там, где мы учимся и часть студентов с проблемами здоровья консультативной практики. И оказываем поддержку незащищенным лицам. Каждый день. Да. Ну, во-первых, я хочу выразить большую благодарность и личному Петровичу, и Сергей Юрьевичу за предоставленную возможность. И я рада, что идея нашего центра получила такой большой резонанс и внимания от участников конференции. Большое вам за это спасибо. Я очень рада тому, что мы нашли благодаря этой конференции, я так надеюсь, будущих партнеров и заинтересованных коллег, кто готов как-то с нами сотрудничать, потому что, я думаю, вы уже поняли, что основная идея нашего центра... как бы мы щедрые, мы отдаем другим больше, чем получаем, поэтому основной наш принцип, в общем-то, мы работаем на волонтерских началах. Но, тем не менее, как бы это хорошая площадка для творчества самореализации. И если специалисты заинтересованы в том, чтобы поискать новые формы трансляции своих знаний, своего опыта, дистанционных ключей или как-то еще, то мы готовы и, в общем-то, ждем вас к себе. А еще я хочу такой маленький акцент. Во-первых, и во-вторых, я очень благодарна Дмитрию Юрьевичу, что я так понимаю, что я нашла понимание и готовность рассмотреть вопрос о том, чтобы наши начинающие консультанты как бы все-таки вошли в состав федерации и тем самым подняли свой статус и закрепили себя в своей профессии. И я очень надеюсь на то, что на самом деле наша мечта, которую мы лелеем, чтобы из наших первых консультантов мы выросли своих первых супервизоров для нашей службы. И я думаю, что нам тоже в этом помогут. Еще такой маленький акцент, друзья мои. Я хотела бы использовать эту трибуну для того, чтобы как бы о нашем центре и о том, что там наши студенты и молодые начинающие консультанты, выпускники консультируют людей, как в СОБЗ, так и детство и здоровье со здоровьем. Я бы хотела призвать тех, у кого есть такая возможность, у кого есть выход на какие-то информационные ресурсы, кто представляет какие-то структуры организации, в ваших раздаточных материалах есть такие другие букли. Там вся информация о нашем центре есть. Если вам интересно, если вы готовы, у нас есть рекламные букли, у нас есть баннер, у нас есть информация, которую мы с радостью разместили на ваших сайтах. Мы бы вам были, да, вот они, вот такие вот буклетики, они у вас тут есть. Там есть адрес электронной почты. Если вы напишите письмо, я с вами готова посотрудничать, поделиться с тем, что у нас есть. Если вы нам поможете интенсивно продвинуть наш проект, мы точно так же будем очень благодарны. И кроме того, в нашем буклетике здесь есть номер телефона городской, поэтому номер как раз будет телефон доверия. Поэтому эту информацию тоже можете использовать и транслировать дальше. Потому что на самом деле поиск клиентов для наших начинающих психологов это очень серьезная проблема. Без финансовой поддержки, без такого вот ресурса, она еще очень трудна. Но мы все равно ее решаем. Поэтому если вы нам поможете, мы вам будем только очень благодарны. А так, в общем-то, мы не боимся трудностей, мы идем вперед и думаем, что особенность проекта такова, что она притягивает к себе очень щедрых людей, честных, открытых и щедрых. И поэтому мы готовы всех таких людей встретить и сотрудничества. Спасибо за конференцию, спасибо за внимание, всех благ участникам и гостям. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Кузьмина. Елена, студентка нашего четвертого курса, занимается проблемой формирования позитивного мышления, в том числе у студента СОВЗ. Добрый вечер. Ну, хочу сказать огромное спасибо от всех студентов за возможность участия в такой замечательной конференции. Я первый раз принимала участие вообще в конференциях, очень переживала, думала, как это будет выглядеть. Оказалось, что так здорово, как-то по-домашнему, по-семейному, и ничего страшного я не отказалась. И очень много нового для себя узнала, поняла. Будет время, буду еще эту информацию обрабатывать, переваривать. И призываю всех студентов участвовать в конференциях обязательно просто, потому что я считаю, что это необходимо. Во-первых, для того, чтобы почувствовать себе силы, для того, чтобы научиться общаться, высказывать свое мнение. Ну, и для того, чтобы просто знакомиться с интересными людьми. Спасибо вам огромное. Я добавлю, когда мы, вы знаете, профиль нашей подготовки сейчас психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий. Когда мы разрабатывали программу, мы думали, как можно сюда завлечь ведущих специалистов данной области. Тогда показалось, что конференция это прекрасная возможность собирать единомышленников, чтобы наши студенты имели возможность получать информацию с первых кругов. Поэтому у нас такая была и корыстная цель нашим студентам давать возможность встречаться с мастерами своего дела. Кажется, что это хорошо получается. Студенты два дня в этом активно участвуют. И регистрации, вчера вы видели, работали, и трансляцию смотрят, и присутствуют для студентов, и как учебные занятия. Заодно они и выступают. Вчера одна студентка выступала, очень волновалась. Она вчера очень хорошо выступила, но перед этим она полдня плакала. Она очень боялась выступать. После того, когда она выступала, говорит, я еще хочу выступать. Когда следующее выступление с нашим студентом великолепная возможность практиковать, тезисы публиковать и так далее. Вот так. Поэтому сегодня мы Олега заслушивали, все в восторге. Искренне так все просто и по-настоящему. Спасибо, Елена. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, еще какие, может быть, есть вы... Да, пожалуйста. Я в коротких, в тренинге. Хорошо, да. Два дня, в тренинге, у меня даже не просто мало. Мало? Да, мы хотели сократиться каждый второй год. А сейчас будем думать, а может быть, действительно сил хватит сделать ей три дня. Хорошо, будем иметь в виду. Это действительно, я говорю, мы не успели в программу писать многие вебинары, семинары, интернет-конференции, кто-то хотел провести, ну и так далее. Если же в такой формате до вот такого открытого варианта два дня делают в виде вебинаров и так далее, а потом уже очные варианты и так далее. Посмотрим, нас с этим предложением действительно уже были такие предложения. Еще, может быть, какие предложения, еще несколько минут до шести, социальное закрытие. Да. Видите, пока у нас не строго, уже есть. Сейчас еще мысли дошла. Очень не хватает формата презентации мастерских по одной бумажке, как сложно ориентироваться. Хотелось бы, хоть какую-то возможность видеть скрафтой презентации и с участием. Это очень хороший, вот в этом году мы сделали не всю, но часть мастер-класса более подробное описание, да, и такое мы будем делать на будущее, чтобы расшифровку было в виде описания. Дальше, во время пленарного заседания мы начали выделять определенный промежуток времени для презентации новых проектов, пока мы вместе, пока все могут услышать сейчас, да, вот новых проектов. Была идея, что там и мастер-классы были представлены, к сожалению, времени там уже не хватило, и мы не смогли. И по большому счету в следующем году это когда будем делать, действительно нужно оставлять время, чтобы было, можно заявить о своем мастер-классе 2-3 минуты, да, чтобы нас понимал, куда идти. Вот, а второе, это еще в описании более подробно раскрыть свой мастер-класс. Да, с галерками. Хорошо, Ирина Валена потом скажет, где как. Хорошо, еще какие. У меня еще есть несколько мыслей по поводу испанского конгресса. То, что вчера видели встречу с Еленой Иван-Повецкой, она русскоязычная, муж испанец, 15 лет живет в Испании, вот, и она организует со стороны Испании конгресс здесь, организация Инфад, если мне там у нас 20-30 президента Инфада мы встречались с Антиго де Компостелло в университете, обсуждали это по-ангельству действительно 150 испанцев и туда еще итальянцев и других стран приезжают сюда 25-го апреля. Они приземляются в 7 утра, после обеда в гостинице будет открытие их конгресса. Они будут 26-го здесь, 27-го здесь. Поэтому мы вам повторим, где-то раньше посылали информацию, повторим эту информацию, можно принять участие, принять участие в нескольких форматах. Первый формат опубликовать тезисы. Тезисы лучше публиковать на английском языке. Я по своему опыту знаю, как сейчас терроризируют с иностранными публикациями. В связи с переходом на новоэффективные показатели, в связи с термином неэффективные вводы, вы знаете, вводят такие оптиционные показатели, что мало не покажутся. Один из них публикация в зарубежных вузах нецитируема. За рубежом. Вот. Становится все актуальная публикация. Испанцы в четырех домах привезут свой журнал в апреле, они публикацию делают к конгрессу, и они привезут сюда. 50 наших отечественных ученых, специалистов, педагогов уже представили статьи, из них весят на английском языке, они будут опубликованы, привезены сюда и выданы авторам. Вторая партия будет публиковаться во втором их номере этого года в ноябре. Поэтому есть возможность, как бы, тоже еще немножко время есть подготовить статью и в ноябрьском их номере опубликовать. Но это не самое еще главное. Испанцы приезжают, чтобы изучать нашу психологию, знакомиться с нашими специалистами, им интересны международные контакты. Если кого-то из вас интересует, вы хотите познакомиться, на предварительном этапе каждая сторона готовит проекты соглашения. Тот, кто зарегистрируется на этот конгресс, получит нужную информацию, они со своей стороны приезжают с проектами, мы предлагаем свои проекты. И будет вести диалог о сотрудничестве. Я сразу скажу, что в апреле следующего года в Испании будет очень большой конгресс по психологии образования, где нас уже приглашают, и те, которые приедут, нам тоже предложат приехать туда с публикацией тезисов, ну и так далее. Это хорошая возможность найти партнеров по своим направлениям, о совместных исследованиях, договориться, да, испанцы немножко ленивы, но ничего. Но совместные исследовательские проекты, обмен, если подписываем договоры между вузами, организациями, между вузами это обмен студентами, преподавателями, у нас есть надежда повезти своих студентов в СОВСД туда. И они говорят, больших проблем нету. мы как раз у нас есть такая корыстная цель, вывести своих студентов из СОВСД. И благодаря этому конгрессу, я надеюсь, нам это получится сделать. Поэтому если вы включите в это обсуждение, то в этот конгресс, то хуже этого не будет. Потому что реальный шанс познакомиться с ними. Ну и опубликовать эрлисы и тому подобное. Поэтому ждите информацию, мы вам перешлем информационное письмо номер два. И при желании подключайтесь. По электронному письму вы можете писать, так как мы сейчас этим занимаемся, наш факультет этим занимается и будет главным организатором этого конгресса здесь, наш факультет и наши студенты будут этим заниматься. Вот следовательно у нас будет вся информация и мы будем владеть большими возможностями. Поэтому предлагаем подключаться, мы в этом сможем помочь вам. Вот такие основные мы говорим, что я уже к этому посвящился и поздравляю членов федерантов посвящен. Да, уже публикация статьи будет в апрельском номере, уже статья отправлена в Испанию. Мы будем, у нас есть электронные адреса, мы вас будем информировать, будем рады, если вы будете нас информировать. Я надеюсь, я думаю, что через эту базу данных, которая есть, мы можем друг если вы пришлете информацию, что у вас есть, какие мероприятия, мы по нашей базе данной Агора можем послать для всех оставшихся вашу информацию. Я думаю, никто не будет от этого отказываться. Поэтому если считаете что-то интересное нужно, присылайте, мы всем перешнем. Это очень быстро, очень удобная система. Мы тоже смс посылаем сейчас уже. Ждите иногда и может быть смс. обменной информации мы готовы предоставить нашу базу, которая есть в регистрированной базе для всех. Есть ли какие еще? сейчас тогда по седьмого у нас продолжение мастер-класса по тем аудиториям, которые обозначены, руководители секций круглых столов приглашаем 309 кабинет 309. Хорошо? И по седьмого мы тогда продолжаем. Кто интересуется проблемой родителей детей, в их работе приглашаем на 414 кабинет на свое совещание. Всего спасибо огромное и до новых встреч. Время 18 часов вас тоже встречают в самой 309 геологии, но если кто-то вам спасибо и отступил в этой генерации собираются пригодительно 309 геологии. Спасибо всем отмечу. Продолжение .